Покажу как высыхает баня с ППШ Когда она раскалится и вы сюда накатите воды, ее повезти может Либо можно сделать следующим образом Первый вариант, взял мойку ее убрал, взял на улицу ее убрал Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня Меня зовут Владимир Ефремов И сегодня в видео хотел разобрать вопросы, которые мне задают по ППШ Очень много по ППШ пишут и вопросы все одинаковые Одно отдельное видео сниму, чтобы всем людям отвечать на все эти вопросы Вот этим вот одним видео А вопросы следующие Можно ли топить ППШ без воды? Поставил ППШ, топлю, влажность не поднимается больше 30% Слишком много пара с ППШ не нужно Как сделать, чтобы ППШ не делал пар? Для чего еще можно использовать пар от ППШ? Как вообще, в принципе, работает ППШ и для чего он нужен? Вот, если еще какие-то вопросы вспомню, обязательно отвечу на них Но вот эти вот основные вопросы, которые сегодня в видео разберем Я прямо растоплю печку и буду наглядно сейчас все показывать Погнали! Ребят, смотрите, вот пока печка сейчас растапливается Покажу, как высыхает баня с ППШ Получается, я после того, как баней попользовался, я еще подкидываю в нее дров И ППШ все равно же работает Сколько-то пара все равно выдает И даже с учетом того, что пар в парное помещение все равно приходит В парное помещение все идеально просыхает Вот я после бани, во-первых, простынь повешал на дверь сушиться Это та простынь, на которой лежали, там под лицо ее делали Она полностью мокрущая была Вот она на двери висела, она полностью просохла А вот этими вот вениками мы в прошлый раз парились Веники сухие Веники полностью высохли, они лежали в комнате отдыха Я в бане, после того, как мы попарились, прибираюсь на следующий день Но сейчас баню не топили, по-моему, дня 2 или 3 Наверное, дня 3 не топили Вот здесь вот не прибрано после прошлой бани Все листья, которые у меня остались от веника Я их с полка просто на пол смел, чтобы от этих листьев пятна на полке не получились Потому что они все равно начинают красить полок Вот я их просто на пол стряхнул, вот они лежат на полу И они высохли все Вот все листья, все сухие Соответственно, и весь пол сухой, и здесь все помещение сухое Вот даже доски все на стенах трогаю, они все высохли Так вот, нам, когда мы растапливаем баню Нам нужно, естественно, набрать воду в водяной бак Потому что у нас стоит теплообменник Он должен быть постоянно наполненный водой У него муфты, которые подходят для соединения с теплообменником У них стоят силиконовые прокладки, чтобы они не прогорели И точно так же сам ППШ Вот бачок От бачка идет соединение к самому ППШ У ППШ тоже вот это вот место, оно должно быть постоянно заполнено водой Чтобы у нас вот здесь вот силиконовая прокладка не прогорела Здесь мы на подмотку приматываем А вот здесь вот, вот в этом вот месте идет силиконовая прокладка Чтобы она не прогорела Вот у меня после прошлого раза, вот смотрите, сколько здесь воды Вот так вот воды примерно осталось А вода в ППШ в нормальном уровне должна стоять вот между вот этими двумя зиговками Можно и ниже, не вопрос Чем у вас ниже будет воды, тем меньше она у вас будет выдавать пара Вот я сейчас сразу же долью воду У нас на улице сейчас ночью до минус десяти Днем примерно около нуля Вода в бане не перемерзает Я даже воду не сливаю Все, пока вот печка топится Я доливаю в бачок воду Но она топится буквально сейчас, наверное, минуты три-пять Ну вот затопил и сразу сюда зашел Никакой пар она еще не выдает Первый час я сейчас буду печку топить с открытой дверкой Чтобы у нас отсюда выходила конвекция И у нас будет выходить пар из самого ППШ Все, сейчас дождемся, пока начнет первый пар выходить Я покажу, сколько пара выходит на активном горении Я буду прям вот рукой вот так вот показывать И когда у нас уже все помещение нагреется Я также рукой поднесу Покажу пар, который выходит Во время самого парения я могу вообще вот сюда вот руку поднести Отсюда пар даже выходить не будет Но об этом и обо всем поподробнее Сейчас дальше видео все увидите Погнали Ребят, смотрите, у нас прошло примерно, наверное, 25 минут Сначала, минут через 15 Отсюда начинает выходить беленький порог Я тут пока с дровами бегал, не засняли этот момент Начинает выходить беленький такой порог И я близко могу руку поставить Вот сейчас вот я руку могу поставить максимум вот так вот Ближе не могу, мне ее уже обжигать начинает Пар прям горячий начинает выходить И вот в этом вот режиме я парное помещение протапливаю свое У меня открыта конвекционная дверка у печки И у меня ППШ работает Вот я руку держу, он прям сюда мне в руку дует Вот сейчас вот идет активное парообразование Прям он активно работает, много пара выдает Но он все равно не выдаст вам столько пара, чтобы париться Вот он сейчас выдаст пара для того, чтобы насытить это парное помещение влажностью За два часа топки он у меня съест, наверное, литров около пяти воды Может быть меньше, литра четыре воды Вот этими литрами воды он насытит само парное помещение Но топить... Почему его нельзя топить без воды? Еще раз Его можно топить без воды Если вы сделаете вот это вот соединение не с силиконом В принципе, можно топить без воды Но его нельзя наполнить водой, когда он сильно нагрелся Потому что внутри 0,8 труба Когда она раскалится и вы сюда накатите воды, ее повезти может Так что если вы... Хотя производитель и это не рекомендует Если вы сделаете вот здесь вот соединение без силикона В принципе, можно ее затопить и без воды Честно, не знаю, что будет Но я думаю, что особо ничего не будет Потому что много раз я топил водяной теплообменник на трубной без воды С ним ничего не происходило Но если туда шваркнуть воды, его поведет Могут швы разойтись Так что вот с этим вот осторожнее Он... Мы сделаем здесь сейчас режим сауны И с ним вообще не вопрос У меня конвекция здесь нагревает парное помещение Если я ее через час не закрою, у меня парное помещение в 80 градусов точно уйдет Но когда у меня будет разогрета каменка Я сейчас дальше покажу Вот этот штуцер, вот он допустим выходит Вот сейчас я вот так вот к нему руку только подставляю Потом, когда у меня парное помещение все нагреется Не будет такого активного горения Я к нему вот так вот буду руку подставлять Я сейчас дальше это все покажу Что еще я хочу дальше с ним сделать Во-первых, я хочу вот здесь вот сделать короб Деревянный запаривателя Чтобы веники там запаривать Я вот на это место поставлю трубку Поставлю кран Чтобы я краном, когда перекрываю У меня пар выходил либо сюда Либо шел по трубке в запариватель веников И вот здесь вот у меня будет стоять запариватель веников Пока он вот это вот расстояние по трубке будет проходить Он уже не будет такой горячий этот пар Он все равно уже будет остывать Будет заходить веникозапариватель и запаривать веники паром Прямо чтобы они настаивались Я думаю, что должно получиться интересно Но нужно сначала это попробовать У меня все-таки есть опасения, что пар будет слишком горячий Он наоборот веники сушить будет И как бы не загорелось Но я обязательно это попробую А еще этот же пар Можно также трубкой вывести в мойку Но я всегда, когда баню топлю У меня дверь в мойку открыта Я вам в следующих сериях обязательно покажу Какая температура у меня здесь в мойке А если у вас в мойке прохладно мыться Об этом говорил Рома Ефимов Что в мойке должно быть около 40 градусов Мы можем этот пар завести сюда И он здесь нам будет нагревать комнату мойки Нам здесь будет мыться комфортно Не просто забежал, сполоснулся в прохладном помещении А если здесь будет 40-45 градусов Здесь будет крайне комфортно мыться Именно мочалкой сидеть, шоркаться Спокойненько, никуда не торопясь Не мерзнем Шоркаемся Хотя у меня здесь и так достаточно тепло Обязательно в следующем видео покажу А кто хочет просто пар убрать Я правда не знаю для чего его убирать Его и так на активном, когда не активное горение Его нету такого пара Можно вывести этот пар на улицу Просто так же этой трубкой не в мойку вывести А вывести его на улицу Краном перекрываем И на улицу его, он на улице будет шипеть Наверное зимой будет прикольно смотреться Когда вот этот вот весь пар будет на улицу выскакивать Но наверное лучше в стену его все-таки вывести А то на крыше будет конденсировать В общем сейчас растапливаем само парное помещение Нам надо, чтобы у нас печка нагрелась И с нагретой печкой я покажу Как мы отсюда будем уже получать пар А ППШ у нас работать уже не будет Итак, смотрим дальше Прошло у нас 2 часа, как мы растопили баню Баня у нас сейчас готова Сейчас опять, наверное, на этот Этот экран не будет видно А может быть будет видно 68,2 Это на уровне лица Вот здесь вот 52,7 Это на уровне полка Вот здесь вот температура Влажность Я знаю, что он врет Сейчас он показывает где-то 53-54% влажности Он врет примерно на 15 очков Соответственно сейчас здесь влажности Примерно около 35% Если бы ППШ не было У нас бы здесь сейчас влажность упала Наверное, процентов в 10 Вообще было бы очень сухо Здесь сейчас не сухо Здесь так Немного есть влажность Для того, чтобы зайти и первое парение сделать И вот все это время Печка работала в активном горении Вот я ближе руку ППШ не подставлю Горячо Вот ближе двигаю Вот А, уже горячо Я могу ее, конечно, вот здесь вот провести Но вот ближе двигаю И горячо Как сейчас сделать, чтобы У нас оттуда парень шел Если нам не надо, чтобы он шел Как я уже говорил Мы можем его переключить Либо на улицу Ну, сделать канал на улицу Либо в мойку А мы пока топили У нас мойка открыта была Либо можно сделать следующим образом Первый вариант Наливаем в него воды Вот три ковшика холодной воды В него налил Все Вот, смотрите Сейчас руку могу подставить Вода в нем еще не закипела Пар отсюда не начал выходить И вот я руку спокойно к нему подставляю Это первый вариант Но вода сейчас минуты через 3-4 закипит И оттуда начнет выходить активный пар Его будет много Другой вариант Как сделать так, чтобы из него пар не шел В больших количествах Мы наоборот из него выливаем воду Вот у нас сейчас вода стала Ну, где-то вот на этом вот уровне В бачке Ее немного Она будет хоть и активно кипеть Но не будет столько много вырабатываться пара Вот сейчас я слышу Она там кипит, эта вода Я вот на таком уровне руку держу Ближе не подставлю А вот на таком уровне руку держу Пара становится Ах, прижгло Вот, пара становится гораздо меньше Когда в этом бачке меньше воды Если она бы у нас была вот здесь вот по зиговкам Я бы вот так вот руку только мог подставлять Так как я ее сейчас опустил Примерно вот на этот уровень Вот я ее близко могу руку подставлять Пара выходит мало Но если даже я Меня просто спрашивали ППШ работает, а я париться не могу Даже если я навалю много туда воды Я все равно с ней париться Сейчас она закипит здесь Я все равно с ней париться не смогу Здесь не будет столько пара, чтобы с ним париться Я вообще как делаю Я отсюда воду Да не то, что даже убираю У меня пока просто баня топится Она у меня сама уровнем меньше становится А потом, когда я парюсь Я уже пар для увлажнения парного помещения Получаю не с ППШ Вот сейчас воду добавил Опять могу руку подставить Я пар получаю с каменки У меня каменка заряжена Слышите, она воду взрывает Вот я сейчас отсюда буду пар получать Я вот буквально один ковшик сейчас накатил Здесь у меня 67,4 Здесь 50 О, начало расти 67,6 67,7 Ну и у меня по лицу, наверное, сразу видно У меня лицо покраснело И весь мокрый сразу же стал Это я повысил влажность Пойдемте в комнату отдыха Выйдем, там поговорим А то здесь прям Все, я сейчас весь мокрющий стану И камера запотеет Пойдемте туда Вот вышел оттуда А то я там сразу весь мокрый становился Потому что влажность увеличил Так вот Для того, чтобы регулировать ППШ Вообще для чего ППШ? Вот у меня ППШ Для того, чтобы поддерживать влажность В процессе топки самой бани И потом, когда мы баней пользуемся Он удерживает влажность Оттуда хоть немного, но выходит Он удерживает влажность Если мне нужно скинуть ее Я две форточки открываю В мойке и в парном помещении У меня все проветрилось Температура снизилась Влажность снизилась И за счет ППШ она не подымается Он не подымет обратно эту влажность Я ее опять буду ковшиком, водой добавлять Регулировать достаточно просто Регулируется количеством воды в бачке Можно сделать регулировкой краном Направлением Взял в мойку ее убрал Взял на улицу ее убрал Но для бань саунного типа Ну я считаю, что просто незаменимая вещь Если вы хотите режим русской бани Потому что саунная печь с открытой конвекцией Она будет пересушивать парное помещение Ну даже вот у меня печка в обкладке С закрытой конвекцией Но я ППШ ставлю для удобства пользования потребителем Чтобы не бегать ему воду ковшиком В парном помещении не поддавать Не увлажнять парное помещение Оно автоматически увлажняется Пока вы топите саму баню Для всех остальных печек сеток Вот особенно сеток Прям вообще замечательно будет И будет и влажность повышать во время самой топки И будет удерживать влажность Не давать так сильно температуре разогнаться Во время самого парения Так что ребят, какие вопросы есть Вы в комментариях пишите Я обязательно в ближайшее время покажу На примере других печей Поставим где-нибудь на печке сетки ППШ Посмотрим как с печкой сеткой он будет работать И еще очень хотел попросить У меня уже много ППШ народ купил Не знаю, ну наверное штук 30-40 ППШ купили Те, кто себе уже поставил Напишите внизу в комментариях Как вы пользуетесь Нравится вам, не нравится Плюсы, минусы Чтобы по-честному все было Либо те, кто покупал Ефремовскую баню уже Вот с самим ППШ Как мы его здесь ставим Тоже напишите Как вам сам ППШ Много пара, мало пара Как вы регулируете Либо вообще не регулируете Чтобы народ тоже почитал и понял Кому надо ППШ можете мне писать Телефон под этим видео Пишите на ватсап Вам Стас там все ответит Так что палец вверх ставим На канал подписываемся И мы здесь видео еще отдельное снимали По планировкам бани Смотрели какие планировки Можно разделить на 3 комнаты Какие планировки только на 2 комнаты Соответственно предбанник И само парное помещение Объединенное с мойкой Так что если Это видео выйдет Позже этого видео То я внизу ссылку сделаю Просто не знаю Как по очередности будем выпускать Если нет То в ближайшее время Оно сразу же выйдет Так что можете нажать на колокольчик И точно не пропустите На колокольчик нажмете Вам на телефон Оповещение придет о том Что видео вышло Вот здесь вот колокольчик внизу Так что палец вверх И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok